Здравствуйте! Приобрел я этот пауэрбанк на Алиэкспресс всего лишь за 3500 рублей. Сейчас я его уже не вижу в продаже, его нет, есть ссылка на Taobao в телеграм-канале, с удовольствием делится ссылками на этот пауэрбанк. Да и вообще, забегая вперед, я туда выложил уже кучу видео про этот пауэрбанк, таких коротких, с момента, когда я его тестировал. А тестировать его надо обязательно, потому что на него надо снимать обзор. В общем, приходит он в виде конструктора, вот такого конструктора, вот эта вот плата с большим дисплеем на двух основных контроллерах быстрой зарядки. Вот они. Я попробую вот так вот поближе показать, если кому будет интересно. С обратной стороны на плате нет ничего, ну кроме градусника. Градусник хорошо установлен правильно, градусник на аккумуляторы, потому что здесь очень высокая температура. Опять-таки, эти короткие видео я скидывал в тему этого пауэрбанка в телеграм-канал. Эти греются, по-моему, до 115 градусов. Так, теперь, что касается самого корпуса. Корпус металл, стекло приклеено. Сейчас я покажу, где-то тут... Да, вот здесь вот китайцы так приклеили, что... А, приклеили, видимо, на герметик, что вот этот герметик вылез за стекло. Можно было бы сделать и поаккуратнее. Ну, а название Старк, так это вообще... Старк. Старк 44. Модель Старк 44. Ну, и мы приблизились к техническим характеристикам. В общем, по Type-C 1 он может заряжаться 100 ваттами 20 вольт 5 ампер. Да, кстати говоря, насчет емкости. Здесь написано 20 тысяч миллиампер-часов. А здесь написано 88 ватт-часов. Для чего это сделано? Для того, чтобы появляться в тех местах, где требуется меньшее. Например, вот у меня еще вот такой есть пауэрбанк. Здесь написано 77,7 ватт-часов, 21 тысяча. Но здесь никак не 21 тысяча. На него обязательно будет обзор. Это вообще кайфовая штука. Настолько он обалденный. Но об этом позже. Продолжим. А то отвлекся. Заряжается он 100 ватт. На выходе C1 100 ватт. На выходе C2 тоже 100 ватт. А USB 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 3 ампера. Обязательно проверим. Мне кажется, что здесь 12 вольт 3 ампера нет. Здесь есть 12 вольт 1,5 ампера. Но проверим. В комплекте есть весь крепеж для аккумуляторов, который надо будет приобрести самостоятельно. Они не идут в комплекте. Зато в комплекте есть вот такой вот чехольчик. На свету он у меня выглядит. Не знаю. Но не воняет зато. Зато не воняет. Что касается упаковки. Упаковка была достойная. Пришло все в целости и сохранности. Никаких проблем. Сейчас я плату вставлю в корпус и начну его собирать. Да, вот как крепится дисплей. Он в принципе никак не крепится. Он просто приклеен на вот такую штуку липкую. И в общем там его болтает и колбасит. Поэтому нажимаем на него вот так. И надеюсь он не оторвется у меня. Ну и вот как-то так это должно выглядеть. Вот в такие вот пазы устанавливается. С виду я не знаю. Вот может быть мне понравилось. Мне понравилось. Потому что я увидел вот этот вот дисплей. Вот если начать разбираться. То как-то вот торчит шлейф. Дисплей просто приклеен. Ну как бы ну ладно. Я не знаю. Ну вот без души. Так сделано как бы. Ну вот ладно. Мы сделаем корпус, стеклышко. Остальное вот как-то так. Но в этом есть свой определенный кайф. Мне понравилось. Но и мне форм-фактор нравится такой. То есть вот все обычные привычные такие вот пауэрбанки. Я бы сказал даже меркнут. Если сравнивать их по внешнему виду. Потому что здесь такая штука высокотехнологичная. Еще и дисплей зажжется. Все будет хорошо. Теперь аккумуляторы. Аккумуляторы я тоже заказал на Алиэкспресс. Ссылкой тоже поделились со мной в телеграм-канале. Спасибо огромное. Заказал я вот такие. Получились они там рублей по 300. Это пара дней доставки. Я живу в Санкт-Петербурге. Поэтому иногда быстро вот так вот доставляют. Знаю, что в другие города бывает чуть дольше. Ну в общем мне они приехали. Все нормально. И я их протестировал летокалой. Да, действительно. Тут есть 5 Ач. Судя по отзывам и по комментариям. Нормальные аккумуляторы. Ну по 300 рублей можно. В пятерочку. В пятерочку. Всеми любимую пятерочку. И я не просто так их сейчас достал и показываю. Потому что хочу сказать, что все батарейки сейчас выровнены. Все они 4,19. Я уж не буду брать тестер и показывать. Но у них у всех одинаковые напряжения 4,19. Поэтому берем и вставляем их сюда в этот пауэрбанк. Значит минус-минус. Плюс-плюс. В комплекте шли вот такие вот пластмассовые прокладочки. Да, получается примерно как-то вот так. Так, и ищем в комплекте что-нибудь подлиннее. Вот они. Притягивается площадка. Ну, вроде бы как-то так. Сразу проверяем, нажимаем на кнопку. Ничего не происходит. Он не стартует. Решение по идее простое. Берем подтыкаем ему питание на зарядку. И да, тогда он стартанул. Показывает 100%. И вот с этого, пожалуй, я сейчас и начну. Наверное, я уже всех замучил своим телеграм-каналом. Но я туда скидываю вот короткие видео. При тестировании скидывал. И показал там, что напряжение на ячейках было 4,19 у всех. Вот как сейчас я показываю, как точно все. Но уровень заряда был всего 94%. И выше он не поднимался. Ну и вот еще один бессящий факт. Прям бессящий. Показываю. Он зарядился полностью. Полностью. Видим, что ячейки там 4,19, 4,20. А проценты показывает 0,96. Я ему дал сюда 5 вольт. Вот уже он несколько часов в таком виде вот стоит на зарядке. И тут ничего не меняется. Как есть 0,96, так и есть. А хотелось бы, чтобы было 100. В общем, бесячий на самом деле пауэрбанк. Сейчас я снимаю обзор. Я, конечно же, его снова разобрал и установил аккумулятор. И тогда он показывает правильно. Я думаю, что в процессе дальнейшего тестирования и съемки у него все это снова нарушится. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Но посмотрим по ходу этого видео. Так, все. Собираю дальше. Что у него тут? Две вот такие планки. Кнопочку не забыть. Винты торчат. Конечно, они не запутали. Лицо. Можно было бы сделать лучше. Stark Technology. Это адвес от Mobile Power Supply. А здесь 10 тысяч миллиампер часов написано. А здесь 20 тысяч. Ну, как захотели, так и сделали. С одной стороны, может быть, это где-нибудь прокатит. Все, вроде бы готово. Здесь платка упирается в стекло, потому что стекло приклеено, смотрите, чуть дальше вот сюда. То есть, и это платка, и поэтому вот такая вот щель. Ну, китайцы, конечно. Здесь такого нет, потому что стекло, видите как? То есть, они вот вклеили его. Блин, ну вот как так? Ну, китайцы, вот взяли. Оно же вклеено, оно же действительно вклеено. Вот герметик. Ну, это ж не эстетично. Ну, китайцы, ну, как вы так вот сделали? Это вот стекло переклеивать? Или оставлять как есть? Или что? Ну, беда, китайцы, беда. Сразу начал с плохого причем. Ладно. Из комплекта остался один лишний винт. Это винт с резьбой. И переходник Type-C на... Что это? Лайтнинг? На лайтнинг. Не знаю, нужен ли он или нет. Но мне во всяком случае не нужен. Но зато включается. И зато 100%. И сразу начнем с плохого. Мне, к сожалению, пришлось взять другой телефон. Поэтому сейчас качество записи и звука, и видео немножко будет отличаться. Но для того, чтобы показать, я просто обязан это сделать. Значит, съемка ведется вот на этот телефон. И этот телефон, соответственно, нужно заряжать. Powerbank включен. Дисплей горит. Включаемся в разъем. И ничего не происходит. Ладно. Мы к этому вернемся немножко позже. Ладно. Раз ничего не происходит, мы к этому вернемся. Включаемся в другой разъем. Смотрим, что происходит. Я надеюсь, это будет видно. И фиксируем мощность зарядки этого телефона. Как видим, мощность не повышается. И держится в районе 26,5 Вт. Вырубаем. Берем другой Powerbank. Подключаемся к нему. Так. И следим за показанием тестера. Что же у нас тут происходит? А происходит у нас 40 Вт. Было до... Доходило до 40 Вт. Но, во всяком случае, тестер нам и говорит, что у тебя источник питания может отдать 40 Вт. Хотя тут дело доходит и до 45 Вт должно. Но это лишь в заявленных технических характеристиках. А так, в принципе, вот он 38 Вт потребляет спокойно этот телефон. И, казалось бы, здесь Power Delivery 100 Вт. И здесь Power Delivery тоже 100 Вт. Но они разные. И это большая беда. Я коснусь этой темы, может быть, где-то в своем отдельном видео. Может быть, еще здесь расскажу об этом. Но, к сожалению, тестирование вот этого Powerbank началось вот с такого минуса. И этот минус для меня, например, значителен. Сейчас попробую показать на примере еще двух зарядных устройств, которые у меня воткнуты в розетку. Вот одно хорошее. На него был обзор. Оно действительно хорошее. Мне очень понравилось. Это не цель его рекламировать. Это просто говорю, как и есть. Что у нас тут происходит? Точно та же 39 Вт, 38 Вт. В общем, хорошая мощность. И так этот телефон и должен заряжаться. Но включаемся в другое зарядное устройство. Вот оно. И, казалось бы, тоже Power Delivery. И тоже третьей версии. Но здесь вообще не более 15 Вт. Но потому что оно работает по фиксу. Вообще, это надо отдельное видео делать. Какое работает по фиксу. Какое работает по PPS. Но вот этот Powerbank, например, работает по PPS. Но мы видим, что мощность он отдает меньше, чем вот этот. Или же чем вот это зарядное устройство. В общем, надеюсь, что выяснили. Ну и теперь давайте рассмотрим тогда вот эти разъемы, в которые сейчас неудачно воткнулись. Значит, Type-C работает только на выход. Здесь написано Out. Этот Type-C работает как на вход, так и на выход. Оба по 100 Вт. Но оба на разных контроллерах. USB. USB сейчас проверим. Мне кажется, там всего 18 Вт. DC 100 Вт. Максимум 12,16,8. Значит, что это такое? Это говорит о том, что здесь у нас 8 батарей. 4S 2P. Максимум написано 300 Вт. Вот они. DC. Отсюда только выход. А, кстати говоря, здесь и написано 4S 2P. 21,716,8. Ну, 16,8. И снова Stark Technology. Меня так веселит это. И вот эта щель меня еще опять веселит. Ой, китайцы. Ладно, поехали. Отсюда мы не смогли ничего только что выудить. Да, и несмотря на то, что дисплей горит. А дисплей горит, он не постоянно горит. Через какое-то время он погаснет. Наверное, ему надо минут 5. Давайте еще раз попробуем. Воткнемся. Воткнемся в телефон. Нет, ничего не происходит. Вот беда такая. Попробуем с этого. С этого все сходит. То есть, есть вот такой вот еще один минус. И тут, наверное, я сейчас буду перечислять эти минусы. Ладно, что надо сделать. Надо ему дать питание. При этом, сейчас посмотрим. Да, увидел C1. Это C1. Пошло на него питание. Но он сейчас не очень заряжается, потому что видит 100%. И вот только после того, как мы дали на него питание, тогда можно что-то заряжать. Вообще, у меня ничего не запускается. Имеется в виду, что не заряжается не только телефон. Это совершенно не важно. Там другие устройства тоже. Если мы выключим дисплей кнопкой. Выключил. Теперь его включим. Все включилось, зарядилось. Подключаемся в разъем. Ничего не происходит. Снова мы этот разъем таким образом активируем. Даем питание на аккумулятор. И тогда все заряжается без проблем. Да, пошло. И уже, пока дисплей не погаснет, он будет работать. Глупость? Я считаю, глупость великая. Не должно так работать. Ну, полная ерунда. Посмотрим тогда, что здесь на USB-A. Потому что у меня были сомнения. Так, пройдемся по автопротоколам. Наверняка сейчас кто-нибудь услышит высокочастотный звук. Вот этот тестер дает наводки на мой радиомикрофон, в который я сейчас пишу. Я даже не знаю, было бы меня сейчас слышно или нет. Давайте его тогда просто нагрузим. 5 вольт. Что у нас тут? Просто 5 вольт. 1 ампер просадки нет. 2 ампера. 2 где? Вот они 2 ампера. Есть компенсация. 3 ампера. Есть компенсация. Ладно. Дальше. 3, 2, 3, 3. Оп, все. 3, 2, 3, 3. О, и быстро включается. Ладно, годится. 3, 3, 4 ампера. С компенсацией до 5, 2 десятых получается. Слушайте, ну хорошо. Ладно, годится. Интересно, будет ли то же самое при 12 вольтах. Сейчас посмотрим. Кстати, мы обнаружили автодетектом всего лишь QC2030. 0, перейдем в триггер. 3, 0 есть. Зададим 12 вольт. Да, больше 12 не повышается. Есть 12. Нагрузим. Давай, давай. Так, что у нас? Тут 1,5 ампера уже есть. 1,8, 1,9. 3 ампера заявлено было, но 3 ампера, к сожалению, не выдержал. Можно попробовать еще раз сделать вот таким образом и потихонечку поднимать. 22, 24 ватта, 25. Да, да, как и ожидалось. Нет, конечно, то, что тут написано. А сейчас я покажу, где тут что написано. А написано вот здесь USB output 12 вольт 3 ампера. Нет, это неправда. Слушайте, ну одни минусы, одни минусы у этого аккумулятора. И это я еще не начал его тестировать дальше. Все, что я сказал сейчас и показал, касаемо 12 вольт и 3 ампер. И говоря о том, что их там нет, к сожалению, информация 50 на 50. И все надо проверять отдельно. К сожалению, пока что прошу расценивать как никак. Но сейчас продолжим. Ну, что значит минусы? Минусы в том, что это обман. Я же не говорю, что да, но разъем-то хороший. То есть порт хороший, порт хороший. 3 ампера держит при 5 вольтах. Может быть кто-то там Raspberry Pi будет питать. Или кто-то будет еще какие-то там устройства, которым надо 3 ампера. Начнем тогда тестировать порты USB-C. Начнем с того порта, который сейчас у нас заряжал Samsung. И не смог его правильно заряжать. А Samsung хочет больше, чем может этот Powerbank. И мы видим, что другие устройства тоже могут. Но давайте пройдемся по AutoDetect. Сейчас постараюсь все это максимально объяснить. Что касается протокола PowerDelivery, который у нас не работает. Кстати, сейчас может быть слышен опять высокочастотный звук. Потому что тестер дает наводки на микрофон. Да. И что мы здесь видим? Ну, нам ничего здесь не интересно, кроме как PowerDelivery. Потому что там PowerDelivery. PPS 100 Ватт. PowerDelivery третья версия. Но это совершенно ничего не означает, что все будет хорошо и правильно работать. Потому что надо смотреть, как работает действительное PowerDelivery. И вот здесь мы видим, что он работает по PPS до 11 вольт 3 ампер. И до 21 вольта 3 ампер. А это всего 63 ватта. Поэтому, во-первых, ноутбуки, которые заряжаются по PowerDelivery протоколу. И которые потребляют больше 65 ватт. Возможны проблемы с ними. Они не будут брать полную мощность. Несмотря на то, что есть здесь 20 вольт 5 ампер. Но вот какие-то другие устройства, которые хотят больше 65 ватт. С ними могут возникать проблемы. Вообще с PowerDelivery большая неразбериха пока что. Переходим сразу к тестированию второго порта. Я уж по автодетекту не буду проходить. И сразу видим, что здесь вообще никакого PPS нет. Здесь фикс 20 вольт 5 ампер на выходе. Все. Это значит, что Samsung вообще будет так же заряжаться. Вот как с этого зарядного устройства. У которого тоже только фиксировано. Ну и понятно, что контроллеры разные. Но в принципе это заявлено у производителя. И в карточке товара. Но это совершенно не значит, что этот PowerBank не пригодится кому-то. Может быть он пригодится для зарядки каких-то других устройств. Но вот к Samsung не подходит. Давайте разберем. Нет, он подходит, но максимальной мощности не будет. Она будет там в районе 30 ватт. Но вот в начальном периоде, когда Samsung берет до 41 ватт. Вот мне удалось однажды выжить. Этого не будет. Но зато какое-нибудь другое устройство, которое любит потреблять 100 ватт. Давайте я покажу это. Вот например. Вот этот аккумулятор будет очень любит потреблять 100 ватт. И сейчас мы его попробуем заряжать от этого. Вот они. Да, тогда он отдает. Но этот любит потреблять по фиксу эти 100 ватт. И вот они. 19 вольт, 5 ампер, 100 ватт. Здесь дальше даже проходить нагрузкой не надо ничего мерить. То есть оно работает. Есть 100 ватт на выходе. И этот аккумулятор может их отдать. Пробуем сразу на втором порте это посмотреть. То же самое здесь есть. Работает 100 ватт. Отдает. Это хорошо заявлено. Как говорится, вот здесь вот Type-C 1 20 вольт 5 ампер. 20 вольт 5 ампер на Type-C 2 тоже работает. Хорошо. Теперь перейдем к дисплею. Для того, чтобы нам дальше тестировать. И чтобы уже не обращаться к тестерам. А чтобы было понятно. Правильно он показывает C1 и C2. C2, как мы видим, совмещен с USB. Это значит, что они работают в паре. На C1 и C2. Но сначала я расскажу про дисплей в целом. Итак. Уровень заряда все мы видим. Да, хорошо, красиво отображается. Начитал он внутрь себя эти 8 банок. Это 146 ватт-часов. Температуру он показывает на батареях и на плате. Посмотрим обязательно. Потому что на плате, как я уже сказал, вот здесь вот очень греются и дроссели, и повышающие компоненты. Кстати говоря, он же у нас 16 вольт, а ему надо поднять до 20. Время. Вот это время, оно, конечно, очень кривое, оно непонятное. Вот он говорит, что 1 час 30 осталось до того, как он выключится или что. Совершенно непонятно. Здесь-то у меня всегда было и 5 часов. Ну, в общем, пока что вот такая вот какая-то беда с этим временем. 16,6 это общие ячейки. Сейчас я возьму какую-нибудь тыркалку схожу. Вот такую я взял, сходил. Значит, 16,6. Потом здесь амперы и здесь ваты. Вот это вот все общее, что касается прямо сразу 8 ячейк, которые вот у нас здесь установлены. Хорошо, интересно, да, важно знать общее напряжение всех ячеек сразу. Циклы. Циклы, ну вот у меня прошло 2 цикла. И, в принципе, он сейчас это и показал. Ничего не могу сказать, циклы надо замерять. Но, во всяком случае, да, я его разряжал до конца и заряжал обратно. Причем в телегу выложил файл зарядки. Правда, я менял зарядники. Там было и заряжал его от 60 и от 100-ваттного зарядника. К этому тоже вернемся, потому что 1,60-ваттного заряжается лучше и быстрее. Так, разобрались. Значит, C1 и USB. Понятно, что напряжение, ток, мощность. И C1 тоже напряжение, ток, мощность. Но вот на C1 сейчас по нулям. А на C2 есть 5 вольт. Почему? Потому что 5 вольт должно быть на USB всегда. Напряжение на ячейках. Но, поскольку здесь 4S2P, он не показывает 8 ячейок. Он нам показывает за параллельные ячейки. Вот по 4,16. Хорошо они откалиброваны. Надеюсь, что все будет и прежде вот так же. И DC это выход отсюда. Что написано в инструкции по поводу вот этого разъема? По поводу этого разъема написано, что здесь будет вот это напряжение. Вот этого 16,6. Собственно, для этого давайте сейчас все это и проверять. Чтобы не возвращаться. И посмотрим, где там есть 16,6. Здесь разъем 5,5 на 2,5. Поэтому используем на 2,5. Втыкаемся сюда. Смотрим. 16,7 здесь показывает. Здесь у нас 16,65. Пробуем дать нагрузку. Ну, 3 ампера, допустим. 15,7. Ну, ладно, можно на кабеле подумать. 16,4, 3 ампера. Ну, в общем, ладно. Нормально, годится. А я вообще отсюда так... Ну, мне немножко боязно снимать отсюда большие токи. Ну, давайте я отсюда возьму, к примеру, сколько? Сколько можно взять? 7 ампер, да? 9 ампер. Прошу обратить внимание, на нижние строчки там вранье. Чистое вранье. Поэтому не рассматриваем. 10 ампер с лишним. Ну, я думаю, что дальше нет смысла отсюда что-то снимать. Я себе представить такую нагрузку не могу. Но, прошу заметить, что 5 часов, так и есть 5 часов. Что это за 5 часов? Почему они так? Почему они стоят на месте? Что происходит? Не ясно. Дальше. Интересная деталь. Смотрите. 1387, 1390. 13, да? Ячейки. Выключаем. И просадку он видит достаточно большую. Просадка, скорее всего, где-то внутри на его плате. Он не снимает это напряжение с батареи. На батареях, скорее всего, больше. Но он этого не снимает. Пробуем еще раз. Отдал нагрузку в 10 ампер. Сейчас в 11. И просела вот на 389. Ну, 39. Ладно, работает. Ну, здесь у меня вопросов нет и не должно быть. Потому что батареи хорошие. Их проверяли. Отзывы хорошие. Все работает. Ладно. Ток, во всяком случае, показывает примерно одинаковый. Здесь 11 ампер. Здесь 1099, 1098. Да, так и есть. Ну, во всяком случае, правильно. Напряжение можно не сравнивать. Почему? Потому что просадки, там, разъемы, кабели и все остальное. Ладно. Ну, вот 170 ватт отсюда можно снимать. 10 ампер. В принципе, даже можно через какой-нибудь преобразователь, может быть, какой-нибудь аккумулятор зарядить. Знатно провода нагрелись у меня вот здесь. Вот. Прямо. Прямо знатно. Ну, потому что, ох, разъем тоже здесь поднагрелся. Разъем здесь тоже поднагрелся. Да. И здесь кабель. Но этот кабель, наверное, не приспособлен. Здесь почти 200 ватт было сейчас. Наверное, не приспособлен. Этот кабель, естественно, нет, тоже тепленький. Тоже тепленький. Да. Но проводник надо использовать нормальный всегда. Но это есть большой плюс этого аккумулятора, да, что с него можно выудить, допустим, отсюда 16,8 или сколько там. Пусть даже будет 15 там. И питать какое-то устройство. Ну, и раз у нас есть PPS вот на этом разъеме, давайте порегулируем немножечко до 21 вольта. И будем сравнивать показания с тестером. Итак, 8,5 вроде бы ровно. Дальше. Здесь 10,37. Там 10,37. Да, дисплей показывает очень одинаково. 12,97, 12,97. 16,9. Также 16,9. Ладно, дисплей достаточно точный. 20,14, 20,15. Все правильно, одинаково. И 20, но 21 вольт не выдержало. Так 20,35, 20,35. Слушайте, хорошо показывает. Дисплей отлично работает. Второй разъем сразу же пробуем. А-а-а, второй разъем. Да, второй разъем. Ничего не будет, пока мы ему не подоткнем, потому что выключался дисплей. Ну, вот что вот за беда такая? Ну, вот китайцы, ну что вы? Да, подоткнул, и вот оно все произошло. Ну, здесь работает только по фиксу. Но давайте хотя бы по фиксу тоже посмотрим. 9 вольт. 9,23, 9,24. Слушайте, точно показ. 12,11, 12, ладно, хорошо. Но вообще вольтметр сделать, чтобы он плохо показывал, сегодня, я думаю, что невозможно. Так, 20 вольт. Здесь 20 ровно, там 20 ровно. Но есть небольшая проблемка. Сейчас я ее буду показывать. Давайте на нее смотреть. Ну, давайте сделаем так. 2 ампера, 2 ампера. Здесь у нас чуть больше он показывает. Ну, может быть, внутри себя он считает... Я вот допускаю, что внутри себя он может считать немножечко по-другому. Ладно, допустим, хорошо. И к этому можно даже привыкнуть. Делаем чуть больше. 3 ампера. Здесь уже показывает 3,5. А здесь на таргет 3,2. 70 ватт. Так, 4,4,4,4,5. И вот момент, где он врет примерно на 300 миллиампер. Ну, 300 миллиампер, ладно. Да, кстати, если кто-то слышит высокочастотный звук, не обращайте внимания. Постарайтесь его как-то стерпеть, потому что это звук от вот этого, от этой нагрузки. И теперь смотрите-ка, что он показывает вот здесь. 0,0,0,48. Что это такое? Вот я сейчас немножко убавлю ток. Убавил. Да? 4,9. Тогда он показывает 97,6 ватт. Вот. В общем, чуть больше 100 ватт. Он сразу... Опа! И куда вот он? Что он показывает? Что это такое? Ну, вот. А он всегда так показывает. Даже если он какой-то там аккумулятор мой заряжает или еще кого-нибудь, он всегда показывает вот такую вот фигню. Вот здесь вот. Давайте еще раз ближе покажу. 20 вольт, 5 ампер, 0,0,0, что там. То есть чуть-чуть убавляем, тогда он мощность показывает правильно. 98, 99 ватт. Вот так вот. Беда. Беда. Но зато узнали, что, в принципе, вот этому показометру можно доверять. Кстати, по поводу мощности. Сейчас посмотрим это вот на этом разъеме еще. Проверяем все то же самое на C1. Да, немножко больше он показывает. 5,2 ампера. Здесь 4,8. Но зато моща здесь 104 ватт. А сейчас моща 108. То есть как вот здесь вот он не уходит в этот... В запятую. Вот они 109. Ладно, предельный максимум. А не знаю, нужен ли он вообще. Но держит. А дальше я, наверное, нагружать не буду. Во избежание неисправности платы. Наверное, все-таки это делать не надо. Оставлю здесь 5 ампер. И здесь оставлю. И сейчас мы подключим еще один потребитель. Вот в этот разъем. Отсюда сходит 100 ватт. Отсюда сходит 100 ватт. Посмотрим, что у нас здесь на дисплее. Да, здесь 20 вольт 5 ампер. И здесь 20 вольт 5 ампер. В принципе, суммарно он отдает нам 200 ватт с двух разъемов. Общее потребление мы видим 13,7 ампер. 200 ватт. Греем его дальше. Я здесь уже чувствую тепло. Вот здесь вот. В телеграм-канале я показывал, что здесь нагрев доходит до 115 градусов. Ну, в общем, пусть поработает. Какое-то время поработало. Да, здесь 100 ватт, здесь 100 ватт. Сейчас очевидную вещь сделаю. Сюда воткну USB-A. Попробую все это дело подключить к телефону. И пошла зарядка. О, даже Mi Turbo Charge. Ого. И, соответственно, что у нас сюда случилось? Случилось сюда 9 вольт, 2 с лишним ампера. Слушайте, да, все, что я говорил ранее, можно забыть. Итак, первый раз я встречаю такое. Признаю свои недоработки и ранние заявления. Итак, здесь 12 вольт. Включаемся сюда. И мы видим Mi Turbo Charge. Да, ранее я заявлял, что такое возможно только при 15 или 20 вольтах. Оказывается, это работает и при 12. Значит, здесь все-таки тестер нам показывает неправильно. Показал. Да, вот они 20 ватт. И, в принципе, телефон так и должен потреблять. При Mi Turbo Charge около 24 ватт он у меня всегда потреблял. Ладно, годится, работает хорошо. И, ну, неплохо. Неплохо. Единственное, что этот порт с этим зависим и друг от друга. Да, и сейчас я его активно разряжаю. Отсюда у меня сходит 20 вольт 5 ампера. Отсюда 20 вольт 5 ампера. Всего тут 14 ампер в общих ячейках для того, чтобы мне проверить, как работает проточная зарядка. Надо сказать, что он тепленький, но он просто теплый. И, наверное, за счет того, что вот там такая металлическая пролуженная площадка, все-таки хороший теплоотвод уходит на вот этот корпус металлический. Это, наверное, неплохо. Но температуру, вот мне сейчас тепло, тепло руке. И температура на плате, ну, не 46 градусов. Ну, она там больше. Именно на плате. Попробую вот таким градусником. 55, вот я намерил тут. И 58, и 57. 59, и 7. Но здесь показывает 49. Нет, конечно, температура больше. Аккумуляторы сами не греются. Да, я проверял в раскрытом корпусе еще, когда его не собрал. Аккумуляторы, конечно, им ничего не будет. Они высокотоковые. Если что, ссылка на них будет в описании. И прежде чем разбираться, как будет заряжаться тот пауэрбанк, давайте я покажу на примере других. Вот этот. Очень любит потреблять 100 ватт. Я не просто так это сейчас буду показывать. Показываю. Смотрим на тестер. Все. Потребляет свои законные, как он любит. Очень хорошо. Молодец. Супер. Красавчик. Этот, ну, этот красавчик по умолчанию, потому что у него все работает. Смотрим. 100 ватт он потребляет вообще без проблем. Вот этот, этот, этот вообще супер красавчик. На него обязательно будет обзор. Смотря кто когда смотрит. Может быть он уже есть. Но на момент, когда я снимаю еще, я еще даже не задумывал. Отложим в сторонку всех красавчиков. И возьмем вот этот пауэрбанк. Включаемся в C1. Смотрим. Он видит, что 100 ватт. То есть тестер засек. Источник 100 ватт. Да, но раз и переключился на 53. Ну, и вот что, почему, как, как. Для чего? Мало. Мало. Причем, показываю здесь, заряжен он на 4%. 4%. Вот тоже, вот что такое 4%. А напряжение 3,62. А он показывает 4%. Это я вот только что заметил. Надо же, вот я сейчас снимаю, это я вот только что заметил. Он у меня стоял под нагрузкой, этот аккумулятор. Соответственно, скорее всего, что здесь просело напряжение. И он показывает 4%. Это жесть. Вот он на этих 4% теперь может отработать до просадки 2,9. Сейчас 50%, судя по напряжению, примерно чуть меньше 50%. Ну вот, ну вот как такое может быть? Ай, это вот хорошо, вот я заметил и сейчас показал. Но при таком раскладе он должен потреблять свои 100 Вт. Давайте посмотрим. Давайте переключимся сейчас тогда в зарядник, который работает по фиксу. Вот это хорошее зарядное устройство. Оно прям супер, все в нем хорошо. Оно работает замечательно. Но мы видим, что 50 Вт. Переключимся на зарядник, который работает по фиксу. Смотрим, что у нас здесь. Соответственно, он не увидел, да? Но по фиксу у нас есть 62 Вт. Это уже больше. То есть, вот вроде бы как зарядник хуже, а работает зарядка лучше, больше. Соответственно, для того, чтобы он потреблял все свои законные 100 Вт, ему надо зарядное устройство либо подбирать, либо старенькое 100 Вт, которое работает по фиксу. Возьмем красавчика. Красавчик, который все умеет отдавать. Вообще у него все хорошо. От красавчика пыталась там до 100, но скинула. И скидывает вот этот. Но проверить, как работает у него проточная зарядка по максимуму, значит, можно с помощью фиксированного Power Delivery. Хорошо, давайте пробуем это. Значит, сейчас должно он потреблять примерно Ватт-60 через плохое старое зарядное устройство. Ну, старое, это имеется в виду старые технологии. Да, вот, хорошо, потребляет 63. 63, при этом, что будет отдавать? Давайте посмотрим, что будет отдавать. Отдает 100 Вт, 112 Вт отдает, потребляет 63. Общий расход, вот мы видим 50 Вт с общего расхода. Да, то есть, вот, один другое компенсирует. Это очень хорошо, это, конечно, очень хорошо. Да, это задумано, отлично и здорово. Как они у себя еще заявляют на странице продавец, что, мол, да ты заряжай отсюда, отсюда постоянно у тебя будет питание, все у тебя будет хорошо. Ну, как бы так оно и есть. Ладно, годится, и это вот неплохо. Да, и вот он общий расход показывает. То есть, если здесь мы уменьшим, давайте я здесь вот уменьшу. Допустим, пусть это будет не 100 Вт, а 30. Сейчас подключу другой потребитель к нему. Так, и посмотрим. Значит, да, заряжается он по-прежнему мощностью 63 Вт, а на выходе у него 33 Вт расходуется. И в общей сложности теперь уже он получается, что он заряжается мощностью 26 Вт. Вот он внутри себя все это дело пересчитал. Чуть даем больше нагрузку отсюда, 65 Вт, допустим, уходит. Потребляет он в себя 63 Вт, и тут практически все по нулям. Ну, в общем, отлично, здорово. И как только даем 100 Вт нагрузки, вот она 100 Втная нагрузка, соответственно, здесь у нас в минус 3 Ампера, в минус 46 Вт. Ну, вот это кайфово. Да, это работает, это кайфово, но не работает. Он должен сейчас потреблять 100 Вт. Он должен 100 Вт потреблять. Ну, почему он не потребляет 100 Вт? Сейчас попробую еще. Еще у меня Blade есть. Может быть, он что-нибудь нам даст? Нет, Blade тоже его заряжает такой же мощностью, 52 Вт. Так что есть большие вопросы к нему по зарядке, и считаю, что это все неправильно. Ну, и 5% при таком напряжении это тоже неправильно. Вообще, в целом, поведение, вот такое поведение, очень похоже вот на этот Powerbank. Очень похоже. Здесь то же самое. Он придуривается как может, но он зато хорошо потребляет. Но он постоянно показывает здесь фигню на своем дисплее. И здесь он показывает такую же фигню. И я уже хотел заканчивать видео, но кто-то ведь скажет, что надо пульсации мерить. Ну, давайте будем мерить пульсации. Ну, с пульсациями здесь все хорошо. Вот прям очень хорошо. Во всяком случае, при 5 Вольтах на разъеме USB-A. Хотя по количеству конденсаторов, конечно, можно, наверное, думать о том, что там все хорошо. Так, сразу сдаем 3 А, 3 А, 5 Вольт, 3 А, 25 милливольт. Хороший, низкие пульсации. Молодцы, в этом молодцы. Годится. USB-C, один канал. Маленькие пульсации, практически никакие. Под нагрузкой 3 А. 20 милливольт. Отлично. Перетыкаемся сюда. Смотрим. 6-7 милливольт. Под нагрузкой 10 милливольт. Пульсации крайне низкие. Ладно. Хорошо. 20 Вольт. Пульсации. 10 милливольт. Под нагрузкой 25 милливольт. Под нагрузкой 3 А. 30 милливольт. С пульсацией, в общем, тут все хорошо. Ладно. Годится. Но это не отменяет всех остальных недостатков этого пауэрбанка. А недостатков, на мой взгляд, тут очень и очень много. Но их прямо видно, их прямо видно сейчас, вот прям невооруженным глазом. Смотрите, вот эта щель, это недостаток. Стекло вот таким вот образом, что эта планка изогнулась. Неправильно, так не должно быть. Показывает он сейчас фигню 5%. Я думаю, что он показывать ничего хорошего дальше и не будет. ППС вот здесь. До 63 Вт. Это мало. Здесь только фикс. Ладно, для его собственной работы это хорошо. Но надо найти зарядник для него. Пока что он заряжается не 100 Вт. Я подобрать такой зарядник не смог. Ну, в общем, поэтому, наверное, он и стоит 3500 рублей. Вообще, за 3500 корпус 100 Вт. И, конечно, ни на Алиэкспресс, ни на Таобао не купить. Тем более с двумя разными каналами. Они тут действительно два разных. И еще здесь у нас будет неплохо заряжаться Сяоми. Раз уж зашел разговор про Сяоми, сделаю небольшой анонс обзора этого Пауэрбанка. Пауэрбанк. Неродной кабель. Редми с 120 Вт. Зарядкой. Включаемся с Пауэрбанка. Какой еще Пауэрбанк так может, кроме ЗМИ? Да никакой. Родная зарядка стоит кучу денег. Как полпо этого Пауэрбанка. Надеюсь, что я скоро сделаю на него обзор. Или если он еще не сделал. Но он вот красавчик. Вот он какой. Но разговор не об этом. Разговор вот об этом чудовище. По идее, оно не работает. По идее, оно не работает. Я хотел еще сказать, что может быть из него там что-то можно выжить, взять его в поход. Но нет. Вот у него просела напруга, и ты не понимаешь. Хорошо можно смотреть по напряжению ячеек. А где какие 5-5 процентов? В общем, беда. В общем, одно сплошное разочарование. Задумка очень неплохая. Дисплей очень информативный. Прям вот очень информативный. Но время он показывает неправильное какое-то что-куда. Температуру он, кстати, тоже показывает неправильно. Средняя по больнице. У него температура аккумуляторов и платы практически одинаковые. Хотя плата вот здесь нагревается очень сильно. Ну, я надеялся на лучшее, когда покупал. А так, конечно, это Stark 44. Наверное, вот так я и подпишу видео. Модель Stark 44, которая проект не удался. И поскольку компания этим занимается, я думаю, что они доработают, и у них все станет когда-нибудь нормально. Но пока что все очень плохо. На этом обзор этого пауэрбанка можно завершить. И я по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. И пока.